Всем привет! Огромное спасибо, что заглянули ко мне в гости в сегодняшнем видео. Мы вместе с вами начинаем обозревать постепенно мои покупки из интернет-магазина, рандеву, распаковку. Вот этой посылки огромные вы могли наблюдать в одном из предыдущих моих видео. Если я не забуду, то ссылочку где-нибудь тут оставлю. Итак, как вы видели, там очень много как бюджетной, так и очень дорогой парфюмерии и парфюмерии среднего сегмента. У меня было несколько денёчков для того, чтобы поразнашивать парфюмерные композиции и начать, собственно-то, по вашим запросам. Я хотела с этого аромата от бренда Mancera, который называется Wood Orchid, потому что почему-то именно он привлёк ваше внимание. Да я понимаю почему, потому что цена в интернет-магазине рандеву на, собственно-то, бренд Mancera невелика относительно других интернет-магазинов. И это всё потому, что применив какой-нибудь из блогерских промокодов, вот, например, мой блогерский промокод, вам будет скидка на весь ассортимент в размере 10%. Причём этот промокод на 10% суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. А сейчас на рандеву соответствующе проходит та самая акция «Чёрная пятница» и скидки. На парфюмерию, косметику и весь ассортимент огромный, просто необъятный интернет-магазин рандеву достигает размера до 50%. На пробники, на миниатюры до минус 30%. В общем, проходите, заказывайте, радуйте себя, пользуйтесь возможностью приобрести что-то интересненькое, собственно-то, на Чёрную пятницу. Итак, Mancera Wood Orchid. Почему этот парфюм многих так привлекает? Да всё потому, что этот аромат-то очень часто сравнивают, собственно-то, на фрагрантике с Essential Orchid, вот таким вот парфюмом от бренда Loren Mazzone, то есть LM Parfum. Так вот здесь вот вам будет видненько, я думаю, да, будет видно, я пока даже слюду с коробочки не снила. В общем, LM Parfum у меня был в полноразмерном флаконе, ещё в старой такой версии, такой вот такой кубик был, чёрненький флакончик. Теперь у них такие продолговатые флаконы, и вы, если погуглите, посмотрите, забьёте в поиск, наверное, даже сможете найти мой обзор на тот самый старый аромат. Я использовала флакончик практически до конца, остаточек продала, ну, потому что, как говорится, наигралась. И приобрела себе вот такой вот тревел-формат, фирменный тревел-формат, но я думаю, многие из вас с таким знакомы, это довольно-таки выгодно. И, ну, напобаловаться, так скажем, тут, по-моему, целых 15 миллилитров, но это не точно. Вот, смотрите, да, за года три, может быть, три с половиной, сколько я сносила этого аромата. В общем, это немного, да. Мне не нравятся тревел-форматы Лорен Матсонны тем, что они не имеют крышечку. То есть, если вы положите этот парфюм в сумочку, то, мало ли, может быть, нажмётся пульверизатор. Поэтому в сумочке я его не ношу, он у меня стоит в парфюмерном шкафчике. В интернет-магазине Рандеву можете поинтересоваться, тоже наверняка есть такие вот тревел-форматы, ну, и полноразмерные флаконы. В чём разница этих ароматов? Ну, во-первых, в цене, да, что полноразмерный флакон 100 миллилитров Лорен Матсонна будет стоить, наверное, в три раза дороже, чем 120 миллилитров Мансера Ут Орхит. То есть, разница очевидна, и сейчас мы с вами разберёмся, а стоит ли платить больше, да. Поносила я эти ароматы, посравнивала. Ну, сейчас вам показываю, демонстрирую, как это всё выглядит. Мне так нравятся вот эти Мансеровские мешочки, ну, это просто, да, какое-то загляденье, как зрительное, так и тактильное, очень приятное на ощупь. Итак, я себе выбрала 60 миллилитров. 60 миллилитров вообще относительно сейчас люкса, что странно, да. Стоит каких-то очень низких денег. Ну, я знаю по себе, что сходить в магазин у меня просто за продуктами в пятёрочку каждый день полторы тысячи рублей. А тут вот за небольшую, вменяемую, вполне себе вменяемую, больше, чем вменяемую сумму, вы получаете вот, например, 60 миллилитров любимого парфюма. А если вы будете приобретать максимальный объём, что равно, собственно, 120 миллилитров, то это ещё, естественно, дешевле. Почему я взяла 60 миллилитров? Потому что, ну, например, у меня враспив Мансера не пользуется популярностью. Я думаю, потому что все и без пробничков могут этот аромат себе позволить. Ну, потому что, ещё раз повторюсь, на рандеву цена очень и очень низкая. Поэтому, ну, если кто-то захочет, 5-10 миллилитров поделюсь, так буду пользоваться сама. Ну, вдруг кому-то захочется. Поэтому большой объём для меня нецелесообразно. Также хочу отметить, что сейчас новые выпуски ароматов Мансера пошли, смотрите, вот с магнитными крышечками. Вот там магнитик отталкивается. А раньше, помните, вот это вот всё раскручивалось, иногда раскручивалось у некоторых вместе с пульверизатором. У меня такого никогда не происходило. Ну, в общем, я, ну, кто смотрит меня на регулярной основе, люблю всё вот такое вот магнитненькое, да? В общем, вот такая вот красота. И вот Лорен Мацоны, собственно-то, да? Ещё раз повторюсь, на фрагрантике эти парфюмерные композиции сравнивают. И я их тоже сравнила. Эта покупка у меня была, кстати, вслепую. Я раньше не тестировала. Этот парфюм, он у меня был, знаете, в вялых, хущих оттелках, как это говорится по отзывам. Ну, кстати, посмотрите, какое приятное и дозируемое, так сказать, распыление. То есть можно сделать макропшик. Ой, крышечка какая замечательная. Можно сделать микропшик. Итак, парфюм Oud Orchid от бренда Mancera создан в 2016 году. А вот у нас не разбить бы очень тоненькое стекло. Essential Orchid LM Parfum создан в 2012 году. Ну, мы все знаем, что Mancera, так же, как и Atar Collection, любят воспроизводить, порой даже ещё лучше у них получается, коммерческие успешные парфюмерные композиции. Почему LM Parfum Essential Orchid был сверхмега популярным? Мне кажется, даже волна его популярности до сих пор не прошла, потому что блогеры распиарили этот аромат как самый сексуальный на свете. И все захотели приобрести себе самый сексуальный на свете аромат. При этом многие разочаровались. Меня, конечно, разочарование не постигло. Но пользовалась я с этим ароматом с огромным удовольствием. Essential Orchid. Но, как бы, знаете, и особых восторгов, вау-эффекта я от этого парфюма не испытала. Так, здесь у нас Oudovia Orchid. Почему Oudovia, непонятно. Потому что Oudovia в парфюмерной пирамиде и не заявлена. А сюда я набрызгаю на этот блотер тоже. Вот, смотрите, очень приятное распыление. Essential Orchid от бренда. Mancera. Забегая вперед, хочу сказать, что Oudovia Orchid Mancera мне понравился больше. Потому что он такой, знаете, ну, возможно, это игра, это такое влияние время года. Он более теплый парфюм. Более такой объемный, более согревающий, более ванильный. И что немаловажно. Вот, знаете, он более стойкий и более шлейфовый. Тогда как Essential Orchid LM Parfum, не запутаться бы в этих столь похожих названиях, для меня звучит более свежо. То есть я его спокойно носила летом. Это более спокойный парфюм. Пахнет он какими-то уходовыми средствами. Кокоса здесь не заявлено. Но кокос такой ванильный, орхидейный. Тоже чувствую, да. И, в общем, прискорбно то, что LM Parfum Essential Orchid менее стойкий и менее шлейфовый. Причем, вот действительно, в разы. Вот у меня тут даже настоявшиеся, да, версии. Я чувствую, что Мансера пахнет в разы ярче, в разы громче. И обещает, действительно, ну я уже проверила, очень хороший от себя шлейф. Шлейф от Essential Orchid Лорен Мацона тоже будет хороший, да. Но он будет длиться меньше по времени. Он будет длиться, наверное, первый час. Тогда как Мансера будет источать шлейф, уверенно, 6 часов. На коже Мансера Ут Орхид сидит, прям на коже, на одежде и на волосах, конечно же, гораздо дольше. Сидит 12 часов, потом пропадает без остатка. И LM Parfum Essential Orchid, он сначала, да, такой яркий, приятный, уходовый. Но часа через три его с кожи уже практически и не слышно. Ну вот такой вот, ну непонятно почему, да. В принципе, я считаю, что цена на вообще все ароматы практически от бренда LM Parfum несколько завышена. Ну, спрос рождает предложение, спрос рождает завышенную цену. Пьер Монталь не стал ломить цене, как и на все свои парфюмерные композиции. Ну, я думаю, получает большую выгоду. Итак, парфюмерные пирамиды этих двух ароматов, сходные несколькими нотами, но получилось действительно похожее направление звучания. Роднятых, естественно, ноты орхидеи, ноты ванили. Вот, собственно-то, наверное, и все, да. Ну и, конечно же, древесные оттенки. А мне от Орхид, от бренда Мансера, нравится особенно база. И база у этого аромата дороже. Она амбровая, теплая, объемная, богато звучащая. Тогда как о LM Parfum Central Орхиде база такая гораздо попроще. Сам аромат исчезает быстрее. Созданы они с небольшим промежутком времени. Вот, еще раз напомню, LM Parfum Central Орхид создан в 2012 году. А Мансера Ут Орхид создана в 2016 году. Но, как это ни парадоксально, у Ут Орхи это звучит гораздо более современно. Ут Орхид. Ут Орхид, правильно, вот у меня здесь. Ут Орхид Мансера. Что у меня в полноценном полноразмерном флакончике. Еще раз повторюсь, парфюм теплый, парфюм ванильный, парфюм амбровый. В нем очень хорошо слышна нотка Орхидеи. Знаете, такой вот цветок Орхидеи, который посыпан кокосовой именно пудрой. С легкой свежинкой, кислинкой, такой вот, а даже остринкой. Я сначала думала по названию, что такой остринке придает Ут, скорее всего. Хотя вот в таком общепринятом понимании Ут здесь прослушать нельзя. Но, скорее всего, это сочетание, например, персиков, да. Персик тут входит в состав. А персиков, каких-то еще цветов, да, добавляет вот такого вот несколько остренького звучания. Да, очень похоже. Но Ут Орхид он однозначно более такой вот объемный парфюм. Ну, не знаю, мне он вот сто процентов больше нравится. Здесь вот в Сеншел Орхиде, ЛМ Парфюм, в Парфюм, собственно, этот блотер. Здесь не хватает какого-то объема, недостаточно воздуха для меня. Вот Орхид от Монсера воздуха для меня гораздо больше. Здесь вот он какой-то приглушенный за счет того самого уходового косметического звучания, да. Ну, собственно-то, ну, как говорится, мне кажется, что этот аромат уже немножечко устарел, тогда как благодаря благородной амбровой подложке и древесности Ут Орхид от Монсера до сих пор находится на пике популярности. Звучит он априори интереснее. Ну, вот тут еще в Сеншел Орхид присутствует нотка Иланг Иланга, которая тоже, знаете, не особенно-то приглядывается для, может, приглянуться для молодежи. Обычно нотка Иланг Иланга придает плюс несколько десятков годочков. Но бренд Монсера, он у нас такой более молодежный. Он рассчитан на более такую широкую и в основном молодежную аудиторию и цена, поэтому демократичная. Поэтому звучит он вот так вот помоднее-помоднее, собственно-то, да? Да, намного более красиво, изящно, благородно, породистое. Насчет сексуальности этих двух ароматов, ну, действительно, я хочу подтвердить, что такие именно запахи за счет своей сладковато-ванильно-цветочной направленности, я знаю, что орхидея практически всем мужчинам в парфюме нравится. Ну, давайте вспомним Эйфорию, Кельвин Кляйн хотя бы, да? Помните, такой был фаворит, просто собирающий комплименты, и сейчас он присутствует, не снят с продажи. Вот, действительно, да, что один, что второй парфюм можно с уверенностью одеть даже на первое свидание. Ни один, ни второй парфюм не является душащим, мешающим, напрягающим. Мне кажется, один и второй можно одеть не только, например, на свидание, но также, ну, по любому случаю даже в офис, умеренно используя, да? Ну, хотя Лорен Мацону можно нанести и пшиков пять, тогда как Мансера, Уторхид, ну, достаточно будет два пшика, чтобы хорошо и уверенно благоухать весь день. Красивый, красивый парфюм, но еще раз хочу сказать, что выбирая между ними, вот, чтобы надеть, вот у меня стоит один и второй, пока у меня бы однозначно потянулось к Мансера Уторхид. Так что, если вы любите такие солодковато-цветочные, ванильные, амбровые парфюмы, потому что в Сеншел Орхид амбра, ее нет, она там не чувствуется, но за счет амбры это звучит более современно. А Мансера могу вам от всей души порекомендовать. В инфобоксе и в прикрепленном комментарии я вставлю все ссылочки, где вы можете посмотреть, сверить цены, но я вас уверяю, что относительно цена-качество лучше, чем в интернет-магазине рандеву вы точно не найдете. Я уже столько заказов сделала в этом магазине и остаюсь абсолютно всегда счастлива, да, довольна. И доставляют быстро, и собирают быстро. И самое главное, что и комплектуют, упаковывают очень-очень надежно. Вы это могли смотреть в каждой из моих распаковочек. Тем более вот сейчас, в Черной Пятнице, нужно посмотреть, может быть, цена еще ниже, чем я приобретала этот парфюм. Да, еще минус 10% мой блогерский промокод. Если не хотите мой блогерский промокод применять по каким-то идеологическим соображениям, можете взять промокод любого другого блогера. Потому что наши промокоды не являются аффилированными. Нам их представляют вместе с приобретением нами наших посылок блогерских. Мы сами применяем эти промокоды и делимся с вами. То есть с каждого блогерского промокода, моего другого, любого, нам не капает вообще ни единой копеечки, да. Так что вот так вот поделилась с вами свою радостью. Давно, несколько лет вынашивала мысль о приобретении этой парфюмерной композиции. И, наконец-то, мы с ней воссоединились. Она в моем парфюмерном шкафчике займет достойное место. И буду я ей пользоваться с огромным удовольствием. А на этом, мои хорошие, я завершаю данное видео. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Я вам всем говорю пока-пока. До скорых новых встреч. Конечно же, все увидимся.